Казахстанская программа Нурлыжолы и китайская «Один пояс, один путь» взаимно дополняют друг друга, усилят партнерство двух стран, считает президент китайского морпорта Лянь-Юньгань. Он отмечает, что с каждым годом транзитный потенциал Казахстана увеличивается. К примеру, в 2015 году через нашу страну в Европу проследовало 2500 грузов поездов. В прошлом году на 43% больше. Эксперт уверен, что это не предел. Значительно увеличить этот показатель могут контейнерные перевозки между китайским морпортом и СЭС-Харгос-Восточные ворота. Китайский морской порт Лянь-Юньгань, Казахстан-Тюмержолы и компания КОСКО договорились о совместном развитии специальной экономической зоны Харгос-Восточные ворота и уже приступили к реализации проекта. Президент морского порта уверен, что это яркий пример интеграции программ Нурлыжол и «Один пояс, один путь». По его словам, сопряжение проектов уже принесло свои плоды. Дорога в страны Европы и Центральной Азии, Китай и страны Юго-Восточной Азии пролегают через Казахстан. Она для нас самая короткая и выгодная. Инфраструктурные и стратегические проекты, предложенные главами наших стран, объединившись, позволяют значительно укрепить наше сотрудничество. В результате Казахстан объединит Восток и Запад и повысит свой торговый потенциал. Контейнерные перевозки из порта Лянь-Юньгань через Центральную Азию в Турцию и назад через Харгос-Восточные ворота, город Ченду в Поднебесную открывает большие логистические перспективы. Казахстан получает выход к морю и становится потенциальным логистическим центром Евразии. В прошлом году по направлению Китай-Западная Европа проследовали 1800 грузовых поездов. Планируется, что к 2020 году их количество возрастет до 5000. То есть Казахстан может довести годовой объем грузовых перевозок до 18 миллионов тонн. Сейчас через Казахстан проходят 8 миллионов тонн груза в год. Но инфраструктура страны стремительно развивается. Поэтому этот показатель вполне можно увеличить до 18 миллионов тонн в год. Это предусмотрено и в программе Нурлежоу. Эксперт отмечает, что сейчас ведется работа по унификации железнодорожных тарифов. Но нужно также проработать вопрос создания инфраструктуры на пунктах пропуска грузовых поездов. Казахстанская сторона уже рассматривает вопрос внедрения круглосуточного таможенного оформления грузов.